Ну что серьезно? Грамматические правила серьезно в языке, но ими можно убить человека и он вообще не будет учить язык. Занятой человек все-таки важная фигура в государстве, не только в городе. Вызовов у нас много. Нарва, вы знаете, 97% населения русскоязычное. Ирена сказала, я с радостью, она даже не думала. Чем интересен проект? Тем, что он помогает и людям, не только детям, но и людям взрослого возраста лучше включиться в процесс изучения языка и в более игровой форме. А мы знаем, что игровая форма расслабляет и помогает в этом деле. Родилась такая идея создать цикл небольших видео про эстонский язык. Когда мы искали эти пословицы-поговорки, то иногда было трудно то, что... Цель была же то, что люди сами предлагали бы варианты, искали бы еще. Это не страшно, что это порой смешно и что эстонские, русские где-то бывают похожи. Про время, про дом, про родных, про еду, еще про что-то. То есть это мы же все люди и поэтому то, что для нас важно, это часто одно и то же. Здесь нужна такая более тонкая работа, чтобы найти именно те нюансы, которые сближают их, чтобы было объяснение какое-то, а не просто сборник пословиц на эстонском языке. Их действительно очень много, несколько томов, поэтому я обошла все местные библиотеки. Помогало какие-то похожие толкования искать, ведь у каждой пословицы может быть несколько не толкований, а аналогов в другом языке. И даже если не дословные, то родственные находились какие-то пословицы. Появились уже постоянные зрители, которые ждут выхода и отвечают, комментируют. Это, конечно, очень приятно. Такого рода проекты очень полезны для именно изучения и языка, и понимания культуры тоже. Два в одном, если так можно сказать. И они обязательно будут продолжаться, иметь свое продолжение. Реакция была очень хорошая. Рост интереса очевиден к нашим интернет-ресурсам, к этим конкретным обоим проектам. Я смотрю, что люди с большим интересом подключаются к выполнению заданий. Другой проект о наших местных новостях, он тоже совершенно очевидно, он уже выкристаллизовался. И понятно, что это нечто совсем другое, чем предлагают какие-то другие ресурсы, например, наше республиканское телевидение. И в чем это выражается прежде всего? Конечно, в реакциях. И мы видим, что статистика очень сильно растет по этим конкретным сюжетам. Теперь уже люди их ожидают. Они не победили там ни в каком конкурсе, не случилось какого-то там гениального выступления. Но они просто живут и постоянно что-то делают хорошее. И об этом захотелось рассказать. Люди мы пожилые, возрастные, что, конечно, у нас и слух не такой, и голос уже не такой, какой хотелось бы слышать. Но мы трудимся, мы стараемся. Вот есть такой коллектив, который, как такое ясное солнышко, показывает, что немолодые, в общем-то, люди умеют и радоваться жизни, и быть в ногу со временем. И как-то никогда не терять оптимизма. Ведь этот коллектив вроде бы организовался когда-то там, 37 лет назад, строго говоря, как коллектив пенсионеров. А теперь они поют, выступают, занимаются спортом, плавают в бассейне и ведут какую-то еще активную общественную жизнь. Наши журналисты, наши сотрудники учились всем техническим новациям, всем новым форматам, на которые сейчас наиболее востребованы у читателей, особенно среднего и молодого возраста. И это нашей было генеральной целью. Когда ты делаешь связанный сюжет, то уже как бы и канал развивается, и, собственно говоря, даже для города есть польза, потому что получается такая хроника. Вот что произошло там 20 января, там, допустим, сегодня какой у нас, 3 февраля, репетиция хора проходила так-то. И в то же время это и сюжет об этом коллективе, и какая-то история, и это может и сейчас быть интересно смотреть. И через какое-то время. Нароскую газету мы очень любим. Многие у нас ее выписывают, но многие по интернету читают. Но это в чем заслуга газеты, то, что она дает рекламу нашему коллективу. Мы ведь стараемся, чтобы в наш коллектив приходила и молодежь. А для того, чтобы заинтересовать их каким-то образом, вот именно такой источник нам нужен.